Всем привет! Сегодня я к вам в новом видео. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать все лицо первых впечатлений. Сегодня также будет производитель в основном LN Pro и также карандашки от Flormar. Продолжим тестирование новой косметики. А также, как несложно заметить, у меня новая локация, мы переехали, и поэтому, поэтому, возможно, картинка будет немножко другая, она точно будет немножко другая, потому что камеру по-другому я не настраивала. И имейте терпение, я обязательно, обязательно доберусь и до камеры, и до всего остального. И мы решим вопрос с эхом, который точно будет присутствовать. Но пока все есть так, как оно есть. Если вы впервые попали на мой канал, еще раз здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мы встречаемся 3-4 раза в неделю, говорим про косметику, снимаем макияжи. Очень-очень много тестирования косметики и макияжей. Скорее всего, я буду продолжать рубрику «Преступление макияжа», пока я не определилась с днем. И пока вы видите, у меня очень много других забот. Я не знаю, успею ли я отснять ее на этой неделе, но я очень постараюсь, поэтому имейте терпение, все будет. Но, как говорится, не сразу. На этом точно все, и давайте приступать, давайте начинать. Итак, давайте начинать, точнее продолжать с палетками от производителя LN Pro. И сегодня мы поговорим и обсудим маленькую палетку, которая называется LN Pro Infinity Color. Линейка называется Infinity Color, а оттенок под номером 104 Smoky Coats. Она также прохладная и больше такая фиолетово-розоватая, с огромным количеством очень холодных, даже серых матовых оттенков. Но здесь также есть верхний ряд, где есть оттенки потеплее, и также есть достаточно теплое, такое золото в самом-самом начале. Но к металликам, которые очень, кстати, схожи на дохломы, мы с вами чуть позже обратимся, а пока давайте начинаем с матовых оттенков. И первый оттенок, который я буду набирать, оттенок вот здесь, вверху. Я набираю его на пушистую кисть от Трилуи и буду заносить в складку. Оттенок очень светлый и очень схож с моим подтоном кожи. Но, как говорится, ничего страшного, зато он таким послужит симпатичным промежуточным, пронизительным оттенком. И все следующие оттенки, которые мы будем добавлять, они будут отлично смотреться и будут гораздо легче втушевываться. Я очень люблю, когда в палетках есть такие светлые оттенки, которые можно в складку добавить, и не нужно слишком много и долго их тушевать. Те самые оттенки, которые как раз-таки схожи с протоном кожи. Так, готово. Дальше меняем кисть. Возьму кисть поменьше, кисть из нового набора Бейли. Кисть также пушистая, но она чуть меньше в размерах. И следующий оттенок, который я буду набирать, вот этот оттенок, который идет рядом. Я также заношу его в складку, но уже чуть ниже. Сегодня мы с вами будем делать макияж в стиле Хейло, потому что мои полукруглые формы уже всем изрядно поднадоели. И давайте этот же оттенок также занесем с двух сторон во внешний уголок. Потом мы все это будем затемнять. Но для начала наметим форму во внешний уголок. Очень красивый, кстати, оттенок. И во внутренний. Готово. Теперь эту кисть я очищаю у очистителей и по чуть-чуть оттушевываю этот оттенок вверх. И теперь давайте возьмем оттенок самый темный в этом ряду, матовый, и совсем маленькую кисть. Вот такую маленькую кисть от производителя Vitex. Маленький пушистый бочонок. И наш темный оттенок я уже концентрирую в самом низу, в самом уголочке и по максимуму близко к линии роста ресниц. И сразу его подтушевываю. Так. И то же самое с второй стороны. Это противное эхо. Оно прям меня начинает раздражать. И теперь я вернусь к пушистой кисти, к самому светлому оттенку, с которого мы начинали. И еще раз пройдусь в складки. На веках, кстати, я вам не сказала, у меня праймер от Vitex. Как обычно я его в последнее время часто люблю использовать. Праймер от Vitex из линейки All Day Long. И я его припудрила совсем немножко. Сверху рисовой пудрой от Belour Design бесцветной. Так наша форма на Хейлы вырисовалась. И теперь давайте добавлять металлические оттенки. По центру мне хочется добавить золотой оттенок. И далее мы его стушуем уже вот этими симпатичными, более розовыми и пурпурными. Так. На пальчик я его наберу. И по центру какой красивый оттенок. Я обожаю такие золотые оттенки. Золотые оттенки с вкраплением чего-то белого. Белого и серебряного. Очень красиво смотрится. Не чистое такое желтое золото, а золото с бриллиантами. Назовем этот оттенок так. Так. Отлично с пальчика перенес. Я его немножко сейчас подтушую сверху. И давайте для того, чтобы изюма придать нашему макияжу, также добавим в стык изначально вот этот светлый оттенок. Но если он будет слишком светлый, то мы добавим сверху еще вот этого темного. Ну давайте начнем со светло-розового. Тени точно такие же, как и две предыдущие палетки, которые мы с вами тестировали. Они такими... Я сейчас вам покажу. Если камера запечатлит, они как хлопьями набираются на палец. Смотрите. Такие более крупные частички, они видны. И потом их нужно просто хорошо втереть в веко. И это лучше всего делать с помощью пальцев. По крайней мере, у меня только с помощью пальцев это получается сделать так, как надо. Но когда они уже втушевались в веко, эффект просто потрясающий. Кстати, этот оттенок не слишком светлый. Все с ним в порядке. Давайте добавим наш самый темный оттенок еще раз в уголок. А то он немножко потерялся. Так. Так, готово. Очень красиво. Очень красиво смотрятся все эти оттенки. Единственное, что я еще чуть-чуть золота хочу добавить по центру. То оно куда-то исчезло. Так, и давайте переходить к нижнему веку. На нижнее веко я ничего не буду мудрить. Я нанесу сначала маленькой кистью-бочонком. Наш средний переходный оттенок. Осыпаний, кстати, у палетки очень много, как и у двух предыдущих. Поэтому планируйте. Если будете использовать эти палетки, то делать изначально макияж глаз. И далее уже приступать к макияжу лица, потому что очень-очень много осыпаний. И от них невозможно слишком легко избавиться. И следующий оттенок, которым я встушаю предыдущий, наш самый первый. И самый светлый из матов. И на этом, в принципе, все. На этом макияж готов. Я что-нибудь добавлю в уголок. Что-нибудь либо матовое, либо шиммерное из других палеток. Потому что здесь ничего слишком светлого нет. После того, как проработаю ресницы тушью, перекреплю по два пучка с двух сторон. И вернусь к вам, мы продолжим уже с новыми продуктами для лица. Итак, я закончила с глазами. И давайте переходить к макияжу лица. Первое, что мы будем тестировать, это новая тональная основа. Тональная основа из линейки Silk Fluid Liquid Foundation Light & Weightless Cover. 35 мл по объему. У меня это оттенок под номером 101 фарфоровый. И судя по тому, что она light and weightless, она должна быть абсолютно легкая и невесомая. Но при этом кавер должен что-то нам покрыть. В общем, посмотрим, как она будет ложиться. Предыдущая тональная основа была более матовая и более плотная, судя по обещанию. Здесь же должен быть более натуральный, естественный финиш. И плюс, что касается оттенков, то этот оттенок у меня посветлее. А предыдущая тональная основа, которую мы с вами тестировали неделю назад, она была уже в более темном оттенке. И давайте кистью кабуки для разнообразия будем ее растушевывать и распределять. Для легкой тональной основы она достаточно, смотрите, густая. Но при этом, смотрите, распределяется неплохо. Но такая достаточно густая по консистенции. Возможно, влажным спонжем легче распределялся бы тон. Но так как спонж я не намочила, то буду использовать кисть. Что касается оттенка, то вы видите. Он слегка светлова. Ну а далее бронзером я все скорректирую. И я думаю, что будет смотреться неплохо. Плюс, действительно, что касается кроущей способности, она здесь такая минимальная, что ли, стремящаяся к средней. И поэтому я не думаю, что это будет большой проблемой, что большой проблемой будет скорректировать сам оттенок. Так, немножечко не то чтобы проблематично она распределилась, но все-таки она густая. Густая тональная основа и, скорее всего, лучше будут такие тональные основы распределять с помощью спонжа. Давайте я сделаю потемнее картинку и покажу вам, как смотрится в гораздо более темном освещении. Средняя кроущая способность, стремящаяся к средней. Я бы сказала, натуральный, чуть более влажноватый финиш. У этой тональной основы, как и у предыдущей, есть такой легкий аромат. Здесь ароматизированная душка, но она не слишком ярко-вразительная. То есть она не бьет в нос, но она присутствует. Так, настаивать я тональную основу не буду, потому что мне, в принципе, нравится, как она выглядит. В последнее время, последние полгода я предпочитаю более натуральный, минимальный эффект, что касается тональных основ и BB-кремов на коже. Поэтому такой вариант меня более чем устраивает. Это даже чуть больше, чем бы мне от того хотелось. Но посмотрим, как она будет носиться и как поведет себя в течение дня. И давайте переходить к консилеру. Консилер также у нас Atalan Pro из линейки Skin Cover. И что касается обещаний, Longwear, то есть он должен быть очень стойкий. И Readable Formula, то есть дышащая формула по объему 6,5 мл. Что касается оттенка, которую я буду сегодня использовать, это тон под номером 102 под названием Ivory. И давайте наносить. Так, очень, кстати, очень кремовая формула. Я такие формулы люблю в консилерах. Не плотные, а такие чуть более тягучие, чуть более приятные для того, чтобы их распределять. И давайте подтушевывать с помощью кисти. Сначала я подтушу вокруг носа и мою вот эту носогубную складку, я ее подцветлю. И она тогда не настолько будет выразительно смотреться. И также вот здесь в уголках. А здесь консилер мой будет оседать. И соответственно, там будет самая большая плотность. Распределяется консилер очень легко. Здесь так же, как и в тональной основе, более натуральный финиш. Он абсолютно не матовый. Такой живенький, что ли. Очень, очень легко. Все растушевывается с помощью кисти. Мне очень нравится, как выглядит этот консилер. И, в принципе, мне нравится, как выглядит моя база. Никаких полос. Все очень ровно. Опять-таки, давайте я чуть темнее сделаю. И покажу вам, как смотрится консилер. Абсолютно ровно втушевался в тональную основу. Подходящий оттенок. Так как бронзера от LN у меня не было, то я нанесла немножко бронзера от Belour Design. Вот из этой линейки под названием Relief Shape Powder Touch. У меня это 102 оттенок. И так же я сделала картинку потемнее, потому что мне казалось, что слишком яркий свет, но не знаю. Возможно, так оно и есть, возможно, нет. Я это увижу, когда буду обрабатывать видео. Но, тем не менее, я еще не настроила свою камеру, так как нужно ее настроить. Но это займет слишком много времени, поэтому пока снимаем так, как снимаем. И давайте переходить к румянам. Румяна без какой-либо линейки, просто яркие неоновые упаковки. В прошлом видео мы с вами тестировали более розовый вариант. В этом видео протестируем более персиковый. Тон под номером 103 называется Pitch. Полностью матовая формула. Очень пигментированная румяна. Остатки я на руке снимаю. И чуть-чуть заношу. Красивый оттенок. Явно здесь тепленький подтон. Так. И немножко кистью от бронзора я их стушую. Так как, повторюсь, румяна очень пигментированная. И не хочется перебора. Дальше следующее, что я буду использовать, это жидкий люминайзер. Мы с вами уже тестировали его в прошлом видео. Я в него просто влюблена. Здесь отличная стойкость. Здесь вы у меня спрашивали, есть ли липкость. Остаточной липкости нет. Он постепенно оседает. И очень-очень красиво смотрится на лице, на коже. Так, я его с помощью пальчика растушевываю. С помощью пальчика он очень легко ровненько ложится. Здесь нет шеймера, здесь нет блесток. Я вам про это уже рассказывала. Здесь такой вот подсвечивающий эффект. Но его нужно растушевывать хорошо. Втушевывать кожу, чтобы таких полос не оставалось. Хорошо вбивать. Либо спонжем, либо кичем, либо пальцем. Я пробовала за это время уже всеми пусями. И мне нравится абсолютно любой вариант. Но пальчиками это делать быстрее, потому что за счет того, что пальчики теплые, быстрее продукт разогревается и быстрее весь этот процесс проходит. И давайте этот же оттенок я добавлю в уголочки. Потому что в уголки я так ничего не добавлю. Чуть-чуть наберу с кисти и перенесу. Так, и теперь подтушиваю. На этом, в принципе, все. Макияж глаз, макияж лица завершен. И давайте что-нибудь сделать за губами. Карандаши от производителя. Флор-Мар до сих пор у меня находятся в фаворитах. И я их очень часто использую. И давайте сегодня какой-нибудь оттенок, который мы с вами еще не использовали, будем наносить. Давайте попробуем. Тон под номером 412. Он такой теплый. Теплый. И достаточно, мне кажется, подходящий под макияж глаз. На губах у меня немного бальзама. И когда есть бальзам на губах, эти карандаши, они легче распределяются. Потому что сами по себе они чуть более сухие. И это то, что у нас с вами сегодня получилось. Еще один обзор. В основном на производителя LN Pro. Очень симпатичный макияж. Давно я не делала макияж в теле Halo. Также, что касается продуктов, которые мне понравились больше всего, это естественно. В очередной раз палетки теней. Очень хорошая формула и очень постоянная формула у производителя LN. Мы с вами сегодня тестируем уже третью палетку. И третья палетка очень хорошего, очень достойного качества. Матовые тени очень мягкие, очень кремовые. Легко тушуются, не взбиваются в грязь. Несмотря на то, что огромное количество схожих, казалось бы, в палетке оттенков. И также очень интересные здесь в этой палетке конкретно не до хрома, но очень такие 3D-шные, классные металлики-шиммеры, в которых очень много мелких шиммерных, глиттерных частичек, которые красиво, безумно красиво смотрятся. Как обычно, я постараюсь отснять вам и показать, как смотрится за вспышкой макияж. Также из того, что мне очень понравилась эта тональная основа, абсолютно легкая, невесомая, такой подсвечивающий, легкий эффект дает. Вот, люминайзер я расхваливала в прошлом видео, до сих пор я ей пользуюсь, и до сих пор он остается моим фаворитом. Также неплохой консилер из вот этой линейки. Скин кавер очень неплохо. И маскирует, и при этом кремовая текстура, мягкая, неплотная, нематовая, поэтому мне очень нравится, как он смотрится. Что касается помад от производителя Флормар, также вы у меня спрашивали мое мнение по поводу этого набора, потому что все помады 12 штук были в наборе. И про качество, одинаковое или качество у всех оттенков. По моим впечатлениям, качество абсолютно одинаковое у всех оттенков. Единственное, что чуть проблемнее самый первый, самый светлый оттенок, но он очень светлый, он гораздо светлее, чем мои губы. Он только бледно-бледно-розовый, и с ним чуть больше приходится повозиться. Все же остальные оттенки, они абсолютно абсолютно идентичны, одинаковые. Но самый первый, 401, по-моему, называется, он самый сухой из всех. Также, что касается моих, в принципе, фаворитов от ЛН, то я хочу выделить и гель мыла для бровей, который сегодня я не показывала вам, потому что мы тестировали его на прошлой неделе, но оно сегодня на мне с помощью этого продукта зафиксировано на мои брови, и я пользуюсь им очень часто, практически каждый день я его обожаю. Лично он фиксирует брови, абсолютно не ощущается этот продукт на бровях. Мне очень понравилась вот эта гибридная формула и мыла, и геля для бровей, поэтому еще один продукт, на который можете смело обратить свое внимание. На этом, девочки, я буду с вами прощаться, на этом я буду заканчивать видео, надеюсь, оно вам понравилось. От производителя ЛНПРУ у меня осталась только одна палетка, большая палетка Сэнди. Я думаю, что мы ее протестируем через недельку, либо через две недельки, отойдем от ЛН и попробуем уже что-то другое. Но об этом мы поговорим уже в следующих видео. На этом я буду с вами прощаться. Еще раз спасибо за просмотр и всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok